Всем огромный привет из города Сочи, с вами Ирина Медленченко и сегодня я решила сделать для вас небольшой видео обзор улицы Советской, так как вам очень понравилось мое предыдущее видео, где я просто гуляю по центру города Сочи и рассказываю, делюсь своим опытом, что здесь у нас есть интересного. Если для вас это важно, досмотрите это видео до конца, я надеюсь оно понравится вам. С правой стороны у нас наша небольшая по размерам администрация, здесь вот летом у нас фонтан, отличная сегодня погода, готовится уже Сочи к Новому году, как раз вот здесь вот елочки, домики, это у нас Сочинский государственный университет туризма, где я тоже имела возможность поучиться. И Рождественская ярмарка, уже поставили небольшие будочки с сувенирами, сейчас как раз активно эту площадь готовят к Новому году, думаю, что вечером здесь будет классно, красиво, надо будет обязательно прогуляться. Кстати, один мой знакомый, местный житель, каждый год встречает свой Новый год на этой площади и говорит, что очень весело, надо будет тоже как-нибудь попробовать. Паровозик для детей тоже вас может покатать по улице Новогинской, а я сейчас пойду вот администрации, как раз пройдусь до Центрального универмага, улица Советская у нас коротенькая, тупиковая. Там есть несколько магазинчиков небольших, много столовых, нотариус. Сейчас пойдем по дороге, как раз пока я иду, посмотрите. Для жизни я тоже, в принципе, эту улицу рекомендую. Здесь немного домов, но она тихая, потому что Центр, он весь такой достаточно суетной, шумный и пыльный. С парковкой здесь можете даже не пытаться заезжать, это нереально. Так, с левой стороны у нас гармошки, так называемые домики. По-моему, до Олимпиады, да, в 2013 году как раз мы здесь снимали квартиру двухкомнатную в аренду. Хороший район, мне понравилось здесь, жить удобно. Хорошая планировка, конечно, была у квартиры. Множество банков здесь представлено, Газпромбанк, Магнит, типография. Вот это вот небольшой бизнес-центр с офисами. Здесь же у нас находится МИК, институт генплана муниципальный. На втором этаже здесь замечательный гастро-паб, называется по-тихому. Прикреплю, кстати, видео внизу, можете посмотреть, рекомендую. Здесь неплохие бизнес-ланчи, ну и вечером тоже посидеть тоже можно неплохо. А здесь вот очень часто меняются арендаторы сейчас, даже что здесь, кулинария, роллы, пиццы. Уютное такое местечко, тихое, можно посидеть на улице. Кофейня, еще одна кофейня. Мастер суши вкусные, но долго всегда приходится ждать, поэтому что-то мы перестали здесь их заказывать. Так, здесь у нас проход на улицу Горького, такой вот сквозной, и там столовая сели-поели с левой стороны, и магнит. Здесь вот, кстати, нотариус, хороший, грамотный. Рекомендую, если будет нужен, мужской клуб с кроликами, 18+. Еще одна аптека, здесь тоже, по-моему, у нас банк был. Здесь много офисов на этой улице. И салонах красоты. Погода просто отличная, плюс 16 сегодня. До Нового года, как правило, всегда классная солнечная погода, которая очень нас радует. Здесь буквально несколько жилых домов. Всего, получается, гармошка, про которую я говорила. Еще один вот этот вот дом. То есть, это просто старые, обычные советские дома, без всяких там названий, жилых комплексов. С левой стороны еще отель небольшой. Три звезды галерея парк. Стардокс открылся. Раньше не видела я его в Сочи. Азбука питания. Здесь полезная еда. Еще одна студия красоты. Адруктовый магазин. И с левой стороны будет проход как раз уже на Новогинску. Здесь у нас раньше была налоговая. Сейчас она переехала. На курортный проспект. Это вот тоже продолжение тех самых гармошек. Жилых домов. Особо здесь прям такого чего-то очень красивого и интересного в принципе нет. Просто вот как раз пока идут, думаю, заодно покажу вам. Может кому-то это будет интересно и пригодится. Так, здесь у нас во дворе спорттовары. Такой прям настоящий старый советский магазин. Двухэтажный, с тетушками-продавцами. Здесь вот тоже бизнес-центр. Строительная компания, билайн, столовая, недвижимость. А рядышком здесь во дворе кафе «Мама». Тоже, кстати, замечательное место. Хоть там и официанты немножко, так скажем, мягко выражаясь, не все успевают. Но мы все равно любим сюда ходить. Можно посидеть на улице. И, в принципе, неплохая кухня. Цены тоже достаточно демократичные. Ну, то есть обычные средние цены по Сочи. И, кстати, неплохие бизнес-ланчи тоже здесь есть. Так, здесь вот у нас сталинский дом. И детский сад. Детский сад номер 5. Хороший детский сад. В самом центре. Адрес здесь советская, 57. И вот она, в принципе, улица-то уже подходит к концу. Так. Банк. Еще банк. Корейская косметика. И, по-моему, здесь продавали ковры. В Сочи всегда очень хаотично так все разбросано. Поэтому, если вам будут нужны ковры, если они еще не съехали, сейчас посмотрю, то можно будет купить их здесь. Еще один офисный центр. Так, ковры, по-моему, уже все. Да, закрылись. Постоянно здесь идет смена арендаторов. Кофейня, кофейня. А, нет. Нет, вот они остались. Эти ковры, о которых я говорила. Называется Сима. Ковры, инопольные покрытия. Продукты закрылись. Здесь у нас такая небольшая горочка по сочинским меркам. И прямо уже ЦУМ. ЦУМ, вторая поликлиника и ЖД вокзал. Отелье, школа рисования. В общем, так достаточно своеобразно. В общем, так достаточно своеобразно. Было, по-моему, очень долго. Нам несли еду, а мы были страшно голодные. И вот с тех пор уже прошло несколько лет, но так я сюда больше и не возвращалась. А с правой стороны Blackstar Burger. ЦУМ и железнодорожная поликлиника. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я, конечно, традиционно всех благодарю за его просмотр. Желаю всем отличного настроения, хорошего дня. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok